МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Долгожданная библиотека открылась в жилом комплексе Зеленый Олень. Мне очень хотелось бы, чтобы был такой некий соседский клуб, чтобы люди знакомились, приходили. На территорию северной промзоны организован заезд автобуса следующего по маршруту номер 44. Мы его в течение года обрабатывали, то есть создавали дорожные условия, необходимые для запуска маршрута. В единый день безопасности у первоклассников проверили знания правил дорожного движения в Центральном Видновском парке. Наклеить можно. Мы сейчас с вами еще станцуем. У нас будет... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В микрорайоне Зеленой Аллеи по многочисленным просьбам местных жителей открылась библиотека. Главное преимущество нового культурного учреждения – удобное расположение для читателей в самом центре жилого комплекса. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Теперь у жителей Зеленых Аллей есть свое культурное пространство, где можно интересно провести досуг. Открытие библиотеки ждали в этом новом микрорайоне с нетерпением. – Очень долго ждали открытия библиотеки, потому что проходили мимо. И очень интересно. Мы любим книги. Ребенок тоже любит книги. Поэтому очень хотелось посетить ее. И вот, наконец, мы дождались открытия. – Безусловно, вот такое вот открытие библиотеки – это будет очень нужное и важное событие, о чем нам даже уже сегодня с утра люди, которые приходили, заглядывали еще и говорили, какое это прямо счастье, что будет библиотека, что не нужно будет ходить в центральную так далеко. На торжественное открытие были приглашены почетные гости – представители администрации округа и депутатского корпуса. – Конечно, нам всегда не хватает квадратных метров. Но как только что выступали, все говорили, что даже вот в этих квадратных метрах мы в состоянии сделать революцию, культурную революцию. Сегодня библиотека – это культурный центр, а не только книга-выдача. – Изначально говорили, наверное, с 2016 года, что нашему мужику необходима библиотека. И вот сегодня мы наблюдаем такой, скажем, подарок от Ленинского городского округа ко дню города, открытие библиотеки, очередного социального объекта. И, конечно, мы все очень рады. Помещение площадью 75 квадратных метров на первом этаже жилого дома было выкуплено у собственника муниципалитетом. Здесь была произведена перепланировка, сделан ремонт, закуплена мебель, в том числе и мобильная, которая поможет трансформировать пространство для проведения занятий и мастер-классов. – Мне очень хотелось бы, чтобы был такой некий соседский клуб, чтобы люди знакомились, приходили. Если у кого какие-то таланты есть, кто-то что-то умеет делать, чтобы они здесь проводили кружки для детей, для активных долголетия. В новой библиотеке будут работать два сотрудника. Заведующая Ольга Савинова рассказала, ремонт и обустройство заняли несколько месяцев. Дизайн интерьера продумывали до мелочей, чтобы читателям было уютно и комфортно. Подготовка происходила очень интенсивно. Принимали участие сотрудники центральной библиотеки и вспомогательных служб. Все работали слаженно. Хочу поблагодарить их за это. Все, кто принимало участие. Мы пытались сделать так, чтобы было красиво, удобно. И люди, которые придут к нам, были довольны. Первой читательницей стала Екатерина Стаценко. Девушка живет на улице Лемешко. И библиотека в зеленых аллеях – ближайшая к ее дому. Были на мастер-классе в парке. И нас пригласили на открытие. И вот мы пришли на мастер-класс. И плюс получить читательский билет. Вот подрастет, будем книжечки получать. Книжный фонд библиотеки составляет около трех тысяч экземпляров. Очень много детской литературы. Про паровозы ты любишь, книжки, да? Про технику, спортивные, про спорт, про животных. За два года в Ленинском городском округе открылись библиотеки в жилых комплексах Пригород Лесное, Новомолоково, шестом микрорайоне города Видное. Это в Зеленых аллеях четвертое. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сегодня мы пригласили в гости врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента, дерматовенеролога Видновской районной клинической больницы Алексея Проценко. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Ну, вопрос, наверное, первый такой. Что, собственно, врачи относят к кожным заболеваниям? Ну, начнем с того, что сами по себе кожные болезни – это болезни, которые поражают кожные покровы и придатки кожи, к которым относятся сальные, потовые железы, ногти и волосы. Подвержены кожным заболеваниям люди абсолютно любого возраста, обоих полов. Часть болезней является заразной, некоторые настолько серьезны, что иногда могут привести к летальному исходу. На самом деле кожных заболеваний очень много, и по классификации есть наиболее часто встречающиеся – это аллергические заболевания, это грибковые поражения, новообразование кожи, все, наверное, слышали о меланоме, это вирусные заболевания, псориаз, розация, микробные заболевания кожи. Можно перечислять бесконечно. А каковы же, скажем так, основные причины возникновения этих заболеваний? Мы понимаем, что аллергические – это реакции организма. Другие, основные, скажем так, причины? Основные причины, опять-таки, от классификации зависят. Если это заразное, то это заразное кожное заболевание. Если это есть генетически предрасположенные, такие, как зачастую, это псориаз, есть инфекционные кожные заболевания. Опять-таки, грибковые заразные заболевания кожи. Ну, вот, в общем-то, да. Ну, понял. Ну, а можно определить какой-то такой небольшой, может быть, круг самых распространенных заболеваний, которые волнуют большинство людей? Скажу по статистике нашего отделения, что, допустим, в летний период – это в любом случае зачастую контактные дерматиты, связанные с посещением леса, лесопарковых зон, работой на дачных, приусадебных участках. Ну, если говорить конкретно о контактном дерматите, это наиболее распространенная болезнь кожи. Более 25% населения, в общем-то, подвержены так и, ну, в той или иной степени заболевания аллергическим дерматитом. Чаще всего провоцирующим фактором, допустим, при контактном аллергическом дерматите – это контакт с металлами. Медь, цинк, кобальт, никель, ношение цепочек, бляшек от ремня, колец, украшений и так далее. Здесь диагностика заболевания не представляет особых трудностей, так как обычно процесс локализован именно на, зачастую, на месте контакта с аллергеном. Ну, и лечение, в общем-то, тоже, если это не запущенный случай, тоже не представляет особых сложностей. Ну, проявление – это зуд, небольшие волдыри, покраснение кожных покровов. Все решается на месте с доктором. Понял. Вот вы сказали, если случай не запущен. Как я понимаю, нередки у нас, у населения, способы самолечения. Вот что вы можете сказать тем людям, которые, скажем, обнаружили некое подозрительное пятно, допустим, или воспаление на коже, и, а, ну сейчас помажу, вот по телевизору рассказали про волшебную мазь, мы сейчас ей помажем, и все будет хорошо. Что вы можете этим людям сказать? Как раз вот нашу эру интернета. Многие то ли несерьезно относятся к данным заболеваниям, открывают Google, как я говорю, но не всегда Google в помощь бывает. Зачастую после, так называемого, самолечения доктору бывает очень сложно разобраться в том или ином кожном заболевании, потому что процесс может присоединиться и вторичная инфекция, когда человек приходит к доктору, так сказать, замазанным, зеленкой. Это тоже может затруднять диагностику и дальнейшее лечение. Поэтому, ну, мой настоятельный совет при возникновении тех или иных проблем лучше все-таки обратиться к специалисту. Ну, и, наконец, наверное, самый главный вопрос. Существуют ли какие-то универсальные способы профилактики, собственно говоря, кожных заболеваний? Вот такие, чтобы на каждый день, скажем так. Все элементарно. Ну, если у людей, так сказать, профессиональное кожное заболевание, то это, конечно, ношение защитных костюмов, перчаток и так далее. То, что контактирует, так сказать, с агентом. Основное – это содержание в чистоте кожных покровов. Особенно после посещения общественных бань, бассейнов, прудов и так далее. Должно быть обязательно индивидуальное полотенце, индивидуальные тапочки. Никому не давать поносить, так в кавычках, свое. Ну, и личная гигиена. Соблюдая эти правила, максимально человек обезопасит и себя, и окружающих от заболеваний. Я думаю, что все наши зрители, конечно, соблюдают определенные правила гигиены, но, тем не менее, я думаю, будет не лишним им еще раз об этом напомнить. Согласен. Да, спасибо большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с врачом высшей квалификационной категории, дерматовенерологом Винновской районной клинической больницы, Алексеем Проценко. К другим новостям. На территорию Северной промзоны организован заезд автобуса, следующего по маршруту номер 44. Сотрудники предприятия обратились к главе округа с проблемой транспортной доступности. Благодаря Алексею Спасскому и администрации муниципалитета вопрос был решен. Тему продолжит Наталья Буслаева. Северная промзона – крупнейший промышленный центр Ленинского городского округа. Здесь расположено большое количество предприятий, на которых трудятся более тысячи человек. Производственные компании здесь логистически расположены. Соответственно, много сотрудников, именно и местных, и из Москвы, которые приезжают на работу и не всем предприятиям посредством организовать свой служебный транспорт. Наличие общественного транспорта облегчает ситуацию существенно. Раньше добраться до своих рабочих мест сотрудники компании могли только на личном транспорте, такси или пешком от ближайших остановок на Каширском шоссе. С вопросом о возможности запуска нового маршрута обратились к главе округа, и проблема была решена в кратчайшие сроки. Мы его в течение года обрабатывали, создавали дорожные условия, необходимые для запуска маршрута. Построили небольшой участок дороги, который выходит на Каширское шоссе. Поставили знаки организации дорожного движения. Технические средства организации дорожного движения согласовали с Минтрансом, согласовали с ООО «Мострансавто», который сейчас обслуживает данный маршрут. Согласовали с ГИБДД, и нам удалось реализовать такую задумку. С июля организован заезд автобуса, следующего по маршруту номер 44, от деревни Слобода до станции Расторгуева с заездом в промзону. Кругового движения и дорожные условия здесь изначально не позволяли. Здесь передвигается большегрузная техника, очень редко легковые машины заезжают. Соответственно, нужно было думать о круговом движении. То есть, с одной стороны в Каширское шоссе автобус заехал, с другой стороны выехал. Это так называемое круговое движение. Для того, чтобы замкнуть и соединить две части Каширского шоссе, пришлось построить небольшое участок, порядка 120 метров. Валерий Андросов почти год трудится электрослесарем на одном из предприятий. Отсутствие общественного транспорта на территории осложняло его ежедневный путь от дома до работы и обратно. Благодаря новому автобусному маршруту в северную промзону мне стало удобнее добираться на работу из города Видного. А также коллегам из Москвы стало удобнее, так как он останавливается в Сахозе именно Ленина и Умкада. Благодаря этому я стал меньше пользоваться личным автомобилем. Автобус выполняет 4 рейса по будням, отправляясь в 6.47 утра от деревни Слобода, далее до села Остров, заезжает в ЖК Пригород Лесное, потом по Каширскому шоссе до Северной зоны и едет на станцию Расторгуева. С полным расписанием можно ознакомиться на остановочных пунктах. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому городскому округу в течение нескольких часов задержали ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 38-летнего местного жителя. Он подозревается в разбойном нападении на женщину. Преступление произошло в Видном. По версии полиции, ранним утром в одном из парков мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая направлялась на железнодорожную станцию через лесной массив. Схватив гражданку сзади и закрыв ей рот рукой, налетчик несколько раз ударил ее по голове предметом, похожим на пистолет. В дальнейшем злоумышленник выхватил из рук жертвы сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся. В результате обыска оперативники обнаружили и изъяли похищенное подозреваемым имущество, а также травматический пистолет. В отношении нападавшего следователем следственного управления МВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 5 сентября прошел единый день безопасности. Для первоклассников из седьмой школы сотрудники госавтоинспекции провели занятия, посвященные правилам дорожного движения. Мероприятие состоялось в автогородке Центрального парка города Видное. Обо всех подробностях расскажет Юлия Стаферова. 5 сентября прошел единый день безопасности. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа в автогородке в Центральном парке провели тематическое занятие. Участниками стали первоклассники из седьмой школы. Начинаем дежурство возле школ, проводим уроки, занятия, чтобы детей вернуть в городской режим и привить им более безопасное поведение на дорогах. Чтобы ребятам легче было усвоить информацию, занятия провели в игровой форме. Педагоги напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на улице. Рассказали о важности соблюдения ПДД. Объяснили, как правильно переходить улицу. Как передвигаться на самокате по городу, чтобы не попасть под машину. Вот, все, пошли. Дети очень часто повторяют за взрослыми. И поэтому нужно как можно чаще проводить беседу с ребенком. Классный руководитель первого В-класса Оксана Краснощокова ежедневно напоминает своим ученикам о правилах безопасности на дороге. Когда они уходят домой, мы обязательно за пять минут до конца учебы, то есть последнего урока, обязательно говорим детям, как они переходят дорогу, как они смотрят, куда смотрят, на какой сигнал светофора и так далее. Также с учащимися начальной школы регулярно проводят классные часы и встречи с сотрудниками госавтоинспекции. Только так, в постоянном повторении, ребята начинают уверенно и в безопасности передвигаться по улицам города. В конце ребятам подарили светоотражающие значки и показали, как ими пользоваться. А что знаешь правила дорожного движения? Кто тебя учит эти правила? Мама с папой. Я просто все видела и запоминала. Где ты видела? Ну, по всему же городу такие правила движения. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok